Они начинают постоянно долбить, типа вы там приняли решение, не приняли, хотя мы как бы о таком, ну, не договаривались Начинается стадия активных продаж Под конец, там просто уже сговаривали так, как будто я им лично денег должна Многие люди ведь годами сидят вот именно в этой точке Я думаю, что это где-то в районе миллиона пятисот, миллиона шестисот Когда я задумывала, у тебя прокурорство такая, типа, блин, это что-то вообще какая-то жесть Как будто у тебя печать на лбу, банкрот, все, и ты, типа, какой-то зашкорт Это повышает доверие к тебе, как профессионалу И варианты есть, если арбитражный суд откажет в списании долгов Кстати, ты тот редкий случай, ты понимаешь, ты первый человек, у нас более полутора тысяч дел было Что ты бы хотела сказать людям, которые вот сейчас оказались на том этапе, где ты была, допустим, несколько месяцев назад, когда ты не знала, что делать Лен, привет, мы договорились, что мы будем на ты Да, Роман, привет Про МФОшников я-то говорю, что раньше у нас были люди, которые шли, и у них было там по одному, по два кредита Года три-четыре назад А сейчас идут люди, и уже нету среди них тех, у кого есть только банки, у всех МФО То есть есть какая-то эпидемия людей, которые обращаются в МФО И ты сказала то, что это наступает тогда, когда уже в банке ничего не дают, да? И некуда идти, да, соответственно, остается единственный выбор, это просто вот пойти, ну, реально в МФО И надеяться на чудо, что ты выплатишь каким-то образом Тебе ничего, как бы, ну, с тобой ничего не случится Ты можешь рассказать вообще все с самого начала, то, что можно рассказывать, то, что не самое личное, например Как вообще попало? Какие долги были? Почему они образовались? Сколько было? Что за ситуация произошла? Окей, сейчас расскажу Получается, ну, я пошла работать на официальную работу Соответственно, это подразумевает то, что начинает одобрять кредиты То есть все началось там с ноутбука Дальше, соответственно, его выплатила, мне одобрили больше и так далее Классик же, ну, рух Ничего особенного, да Получается, ну, вот, стали одобрять большие суммы Ну, и, соответственно, я поясню сразу, то есть зарплата у меня была там 30-35 Ну, как бы Это какой год? Какой год? 2015-16 Вот у меня с 2015-го вся эта история началась Собственно Зарплату в 30 тысяч даже тогда было сложно прожить То есть там какие-то кредитные карты Ну, конечно, зависит от уровня жизни Ну, да Ну, как бы мне было сколько там 22-23, то есть там Ну, хотелось чего-то хорошего То есть, ну, как бы я при этом уже работала Соответственно, я знала, что я буду платить Ну, ничего такого не было А ты не секрет кем? Ну, я начинала с оператора микросварки Ага И сборщика ЕЭТ Серьезно? Да Длин, вот, тут опять Дальше вся эта ситуация развивалась То есть, чтобы пойти учиться, нужны деньги Чтобы пойти к зубному, нужны деньги Чтобы пойти, не знаю, к врачу, нужны деньги И так далее Да, если это касается здоровья То там нужно много денег уже сейчас Вот, да И, соответственно, это же не только происходит Допустим, в какой-то один момент Да, и тебе там все выписывают Уходишь, летишься и выздоравливаешь То есть тебе нужно, не знаю, потянут повторный прием Лекарство не работает И так далее Это дорого Я беру, допустим, кредит один Потом я беру другое Делаю рефинансирование При этом я как бы вкладываю свое обучение Стараюсь развиваться, чтобы получать больше Но, на самом деле, не всегда это помогало И даже вот сейчас Я примерно в такой же ситуации нахожусь Что приходится постоянно учиться То есть повышение квалификации Постоянно повышать свой скилл Чтобы получать больше зарплат? Да, чтобы хотя бы не получать меньше даже Ничего бы страшного Но у меня в этот момент начинаются проблемы со здоровьем Ага Это просто скрывается такая черная бездонная дыра Куда нужно вкидывать денег Ну, так обычно со здоровьем и бывает Вот То есть как бы за что боролись, на то и напоролись Вот, соответственно, в какой-то момент Получается, у меня не то, чтобы нет денег Чтобы закрывать долги У меня нет денег даже, ну, там, условно Не то, чтобы их нет Мне очень сложно закрывать свои базовые потребности И при этом, соответственно, мне шквал звонков Что заплатите, оплатите Я пыталась с ними договориться Ну, как бы нормально разговаривала адекватно Кстати, важный момент Мы на нем давай поподробнее Начались просрочки Да Банки начали звонить и говорить Заплатите там и так далее Были, какие были варианты решения этой проблемы То есть ты говорил о том, что Ребята, у меня сейчас нет денег Давайте что-то думать Либо рефинансирование, либо реструктуризация Либо какие были еще варианты Оттянуть платежи или что-то сделать Я говорила, то есть, ну, на самом деле По ДМФО, хочу сказать, вот, которые у меня Они изначально более-менее нормально разговаривали Отличные наличные Я капуста Вот Манимэн, они сразу, по-моему, борзеет начали Но это не точно То есть я пыталась с ними договориться Я объясняла ситуацию Ну, сначала более-менее меня слушали Ну, при этом у меня на руках были всякие справки Там о том, что меня отправляют на операцию О том, что, ну, всякое, короче Это мы сейчас про МФО говорим Но у тебя уже были, наверное, моменты кредиты тоже У меня были просрочки сразу То есть я платила-платила по всем Точнее, по МФО, там, как это получилось Я взяла МФО тогда, когда у меня уже была Максимально безвыходная ситуация Ну, и, соответственно, платить я могла там 100 рублей, там, 200 Такие платежи Один момент я перестаю платить и по кредитам Ну, и, соответственно, по МФО Вот, и все эти ребята начинают мне звонить Банки? Банки в том числе Банки тоже, конечно Так, удается договориться с кем-нибудь из них? По сути, не получилось То есть сначала там какие-то были Ну, какое-то более-менее адекватное отношение Ну, то есть без всякого трэша Под конец там просто уже разговаривали так Как будто я им лично денег должна Можешь привести пример какие-нибудь? Вот отдельно банки, отдельно МФО То есть, окей, начались просрочки Ты понимаешь, что ты не можешь платить больше Чуть-чуть о том, что ты чувствовал на тот момент И какие были варианты решения событий? И насколько получилось или не получилось договориться? Ну, как чувствовала себя? Не очень То есть стресс? Ну, да, то есть в тот момент мне казалось Это чем-то таким, как сказать Не то чтобы криминальным, но что это максимально В общем, ужасная ситуация Вот И, ну, опять же, это заставляло меня Стараться договориться То есть, как бы, ну, из позиции не то, чтобы Как равного собеседника, да А из позиции какую-то там жертву Жертву, да, так и есть Кстати, в 99% случаев То, что тебе звонят И требуют что-то от тебя Да, ты эти деньги брал, это понятно Но ты неосознно становишься в позицию жертвы По поводу результата я сразу скажу Что, как бы, ни к чему это хорошему не привело Получается Ну, Альфа-банк могу выделить То, что там был менеджер по взысканию Довольно адекватный Вот, это, кстати, важно Там без всякого трэша То есть, нормальное человеческое общение То есть, она как бы Я отправляла справки также о том, что я в больнице Там мне нужно И будет операция И всякое такое Ну, нормальное отношение Лен, то есть, еще раз Вот, получается, то, что ты пыталась с ними выстроить Диалог, тем не менее Ты, вот, говоришь, справки там отправляла То есть, банки С ними еще можно как-то разговаривать, да О том, что ситуация так сложилась Там и так далее, и так далее То есть, вот, ты сказала, что с менеджером Альфа-банка, например Это можно, но в моем случае это ни к чему не привело Ни к чему не привело, понятно А какие угрозы были, вот, когда Когда кредитор понял, что денег не будет в ближайшее время Как изменился диалог Какие были угрозы Как пытались воздействовать на начальном этапе Потом мы еще дальше дойдем, что было в конце Так, ну, на начальном этапе, на самом деле Я не могу сказать, что был какой-то кромешный ужас Ну, даже выделить мне особо нечего То есть, ну, кто-то там пытался надавить Типа, вот, мы там подадим в суд Ну, как бы это Ну, то есть, судом угрожали Да То есть, основная манипуляция была И у банков, и у МФОшек Ну, скорее, да, чем нет Ага, вот, это тоже интересно Потому что это постоянно меняется Эта картина Раньше угрожали, там, и так далее То есть, сейчас они более цивилизованные стали Потому что их сильно зажали Службы изыскания уже не жестят Ну, правильно, так и надо Я считаю, что я еще звонки все записывала С этими разговорами Перестала платить Пыталась договориться с банками Сколько уже не платила? Ну, это, получается, там совсем чуть-чуть было Ну, сначала, если с июня То, там, до сентября Три месяца, ну, условно, да А скажешь, какая сумма долга была Если это, опять-таки, не секрет Суммарно? Да, по всем Ну, на тот момент, без процентов Я думаю, что это где-то в районе Миллиона пятисот Миллиона шестисот Ну, немаленькая сумма тоже Это, кстати, средняя сумма Но бывает больше Но в основном меньше Мне зарплата больше не позволяла Да, я понял А получается, что это в основном были банки И чуть-чуть в МФОшках Да, когда ушло всем прям, ну, без выходных Это наличными ты брала? Наличными только в одном МФО, остальные были на карту А в банке? И в банке, в банке тоже И наличными? Да, 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 точно Это просто получается, что деньги на жизнь по большому счету? Ну, как тоже, как и у большинства Скажи, пожалуйста, в какой момент у тебя просрочки Ты переживаешь, естественно Они звонят В какой момент ты вообще поняла, что существует такой инструмент, как банкротство? И как ты об этом вообще узнала? Так, отвечаю Про банкротство, мне кажется, даже, ну, год назад было из каждого утюга слышно Там на каждом углу объявления Ну, если не на каждом, то через два Вот, но меня, на самом деле, когда я задумываюсь о банкротстве Такая, типа, ну, блин, это что-то вообще какая-то жесть Я это делать не буду, пытаюсь закрыть долги Давай здесь остановимся, пожалуйста, Лен Объясни, вот у нас уже про деформацию Хочется понять, как думает человек вот со стороны клиента И твое отношение к институту банкротства на тот момент, какое оно было? Когда ты понимаешь, что у тебя уже задница, у тебя долги, у тебя стресс Эти черти звонят, беспокоят, нагоняют жути Вот ты знаешь про банкротство Какое твое отношение тогда к этому институту? Ну, сначала, соответственно, я была уверена, что я этим не буду пользоваться Потому что я сама все погашу Вот, ну, у меня, как я думала, у меня была хорошая возможность зарабатывать Вот, ну, а я оказалась неправа Вот, и с каждым днем эта уверенность в том, что, типа, ну, что мне это не подходит, она уменьшалась Вот И вот если, допустим, посмотреть год назад, сравнить просто у меня сейчас позиция диаметрально противоположная То есть если тогда было, типа, жесткое отрицание, возможно, как стадия принятия, да, всей этой ситуации Вот, то сейчас, ну, это единственный выход из ситуации Ну, да, это единственный выход, но на тот момент ты этого не понимала, хотела спросить сама А скажи, пожалуйста, почему, то есть слово банкротство вызывало какое-то неприятие какое-то, да? Ты думаешь, я и банкрот, это, ну, было как-то... Да, как здесь, это, что... Да, 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 как будто у тебя печать на лбу банкрот Все, и ты, типа, какой-то зашквар, ты идешь и думаешь, все будут на тебя тыкать пальцем, а говорить, а, банкрот Такое примерно было? Да, такое А когда ты поняла, как это изменилось? И когда ты поняла, что это цивилизованный, на самом деле, институт Кстати, в США существует уже век почти И всякие там, и Дональд Трамп, и Майк Тайсон, я вот много об этом видео рассказывал То есть популярные люди, известные, богатые, пользовались этим Вот, на самом деле, замечу сразу, что вот это вот видео, возможно, твое, кстати, по поводу богатых людей Там, какой-то еще актер был, что они тоже банкротились Я такая, типа, интересно Чем я хуже, да? Да, в принципе Как это менялось, то есть, вот со стадии вот этого отрицания, да? Типа, я сделаю все сама, там, буду, не знаю, работать 24 на 7 Это переходит постепенно в стадию, типа, то есть, я смотрела видео вот на твоем канале На других каналах, на ютюбе, я там просто, ну, на репите Это не то, что на репите постоянно на эту тему смотрела Ну, мониторила, короче, банкротство в целом Да, то есть, что люди говорят, в принципе, я, конечно, считаю, что мне не сильно важно, что люди говорят Оказывается, в этот момент это было важно Согласен Слушай, а скажи, в какой момент ты поняла, что банкротство – это та вещь, которой, в принципе, тебе можно воспользоваться И наверняка вот был вот этот ореол страха, что какие могут быть последствия, что вообще этот статус в моей жизни может негативного привнести, а что позитивного В какой-то момент ты поняла то, что, окей, банкротство – это не страшно, что больше всего в этом тебя беспокоило? Когда ты станешь банкротством, какие были страхи? Смотри, вот по поводу последствий банкротства, в принципе, ну, в смысле то, что там нельзя работать на руководящей должности, вот это все В принципе, как бы я особо не стремилась, мне это как бы не сильно актуально У меня более такая насущная беспокоенность была в том плане, что, условно, я плачу деньги за банкротство То есть, ну, в моей ситуации это довольно ощутимая сумма И при этом у меня нет код там прям гарантированного результата, да, о том, что будет определенно вынесено это решение Просто потому, что это решение принимается судом Судом, да, а здесь вроде как компания не отвечает за результат, потому что, конечно, решение за судом, ты про это, да? Ну, то есть это, эти страхи больше касаются к тому, что доведут, не доведут, делал до конца те, кому ты плачешь деньги Не кинут ли? Ну, по поводу кинуть, я просто походила по нескольким компаниям, посмотрела, мне не понравилось, я ушла Больше здесь, знаешь, ну, как бы на самом деле это опасение есть даже сейчас, что, ну, как бы я, условно, в тяжелой ситуации вкладываю деньги, да, ну, не маленькие для меня И при этом я, ну, нет какого-то, так сказать, прям 100% гарантированного результата Но, опять же, а какой выбор? Сидеть с этими долгами до посинения и ничего не изменится? Ну, вот, кстати, ты еще довольно быстро перешла к тому, что многие люди ведь годами сидят вот именно в этой точке, что нету принятия, что это как будто бы единственный вариант решить проблему Не какие-то временные меры заплатки, там, реструктуризация или рефинансирование, или, не дай бог, финансовая защита, может быть, ты тоже все слышала А вот кардинально решить проблему И это вот получается так, что в нашей стране это только банкротство Ты в какой-то момент это осознала, и что началось дальше? Расскажи про то, как ты мониторила компании, ты собрала информацию, ты уже знаешь, что такое банкротство, знаешь, какие-то игроки на этом рынке существуют Примерно понимаешь, через что тебе придется пройти И вот дальше чего? Вот компания А, Б в этом, и как ты выбирала? Можешь вот кратко тоже рассказать? Ну, смотри, получается, первую компанию я посетила в прошлом году, ну, как раз, когда начались просрочки только Ну, то есть, я такая в шоке, типа, что мне делать? Боже мой, мы все умрем, как бы бежим сразу уточнять, что можно сделать Прихожу в компанию, начинаю разговаривать, там офис такой, ну, типа, как будто они вчера заехали и могут послезавтра съехать Ну, типа, ощущение временности, да? В временности, да, какой-то ненадежности, они начинают постоянно долбить, типа, вы там приняли решение, не приняли, хотя, как бы, о таком, ну, не договаривались Начинается в стадии активных продаж То есть, здесь немножко такой момент, что человек находится в стрессе, да, и на меня начинает давить, мне это не нравится Ну, и, соответственно, больше я туда не возвращалась Понимаю, да, здесь супер агрессивные продажи могут только оттолкнуть Да, и просто, нет, а на самом деле, если они правильно построены, возможно, бы это бы и сработало То есть, ну, там, как дела у вас, вот это Да, что они обращаются с помощью, может быть, вам еще что-то подсказать это и так далее А не, ну, что-то там А думала или нет? Что, подписываем? Так, дальше, еще какие варианты? Наверное, ты еще куда-то ходила и с кем созвонилась? Давай расскажи Ходила, не помню, как называется, вот, получается, комсомольский Да, я знаю, местная компания Вот, пришла туда, пообщалась с менеджером Вышла с ощущением, что я там какой-то, не знаю, если не криминальный авторитет, то преступник Что мне ничего не спишут Заниматься этим нет смысла, потому что там какую-то историю Мне, ну, как бы, вот это прям точно запомнило Что такую историю рассказали Типа, у девушки был долг в МФО 2000 рублей, где она заявила доход, который, ну, не соответствовал реальности Ну, то есть, просто заявила, там, без всяких справок Вот И что ей, ну, собственно, отклонили весь кейс Вот, и не списали долги Но, тем не менее, они тебя могли бы взять, или они тебе отказали? Нет, они меня бы взяли Взяли, но, тем не менее Закошмарили Закошмарили Это интересный момент Вот, я не знаю, может быть, это просто у менеджера было плохое настроение Это как раз была суббота, ну, что-то такое Может быть, это из-за этого Ну, как бы Скажем, по-русски нагнали жути Нагнали жути, да И, соответственно, больше я туда не возвращалась Ага По поводу тебя, твоей компании Я смотрела также твой канал Там Угу, мы знаем Вот На самом деле, для меня в какой-то момент вы были примерно на одном уровне Вот, а потом я шла Это, кстати, вот, буквально недавно было И здесь увидела билборд, вот, около ленты С моим фейсом Вот, да И, типа, делал время, короче Это, ну, у меня что-то в голове так вот щелкнуло Что, ну, как бы А чего ты ждешь? Вот И, собственно, вот я здесь Интересно, а ты давно договор подписала? Пару недель назад А, пару недель назад Это значит, мы еще с тобой встретимся примерно через несколько месяцев Когда у тебя будет на руках решение суда Еще раз заснимем Хорошо Уже радостный момент Хочу спросить А у тебя там были такие ситуации Что ты взяла там деньги И ни одного платшапа какого-нибудь кредитного продукта не сделал? Такого не было? Было в одном случае Но это было рефинансирование кредитов банка Нет, это не считается Были ли какие-то угрозы? Мучили? Нагоняли ли жути? Нагоняли Можешь рассказать, вот как это Насколько жестко было И какие им флошки Это звонили? Маниман, они, короче, точно прям кошмарили Вот Как? Как кошмарили Мы подадим в суд У вас не останется денег Вы там умрете на улице Ну, как бы Они этого не говорили Это я уже драматизирую Но посуду такой, что вы останетесь без денег Вы там не платите Подадим, по-моему Про суд точно было Про полицию не уверена Я уверен, что было Что ты все-таки решила Вот дело-время, это нормальная компания Которой я могу доверить Что именно? Какой Несколько факторов Можешь назвать? Виллборд Это подействовало Но, скорее всего Это было какое-то видео Я сейчас точно не могу сказать Потому что Ну, у Ильи еще довольно такая Своеобразная манера подачи Да? А когда ты думаешь о юристе Это должен быть какой-то Ну, такой, как сказать Есть образ некого человека В пиджаке Там, да? Да Да, что-то там Не снимом Да, что-то такое Профессиональное Интересно Интересный момент Так вот, про коллекторов Вернемся Мучили Какие были угрозы? Мы подадим на вас в суд Мы обратимся в полицию Денег не будет Все заблокируем Что еще Кредит никогда в жизни Больше не возьмете На работу сообщим Понервничала, понервничала И в какой-то момент Наверное, наши там Ребята, сотрудники Тебе объяснили Что все Ты ничего никому не платишь Ни с кем не общаешься И больше по этому поводу Не переживаешь То есть Ты в какой-то момент Отпустила ситуацию с ними? Присылала такая ситуация Что, по-моему С оператором Совкомбанка Я поругалась Я с СМИ старалась Максимально вежливо общаться Даже адекватный человек А тут, короче Какую-то фигню нес И я просто такая Вы какую-нибудь книжку По работе с клиентами Почитайте сначала А потом мне звоните После этого Они подали на меня Флот стать максимально быстро Да, это нормальная практика Это, кстати, даже хорошо Нам удобнее Чем быстрее Они все в суд подадут Тем нам будет проще Ничего не изменится Да, потому что я скажу Это или не скажу А потом Ну, просто объективно Если взять У меня там, допустим Пять банков Ну, условно, да По-моему, пять Мне нужно разговаривать По 20 минут в день О какой-то фигне С оператором Которая ни к чему Вообще не приведет Не приведет 100% Это просто Из пустого в порожене Ну, естественно Я просто перестала с ними общаться Я сказала, что у меня Не работает планшет Самый правильный вариант А лучше вообще И вообще с ними не беседовать Потому что все равно Как ты сказала Я считаю правильно Диалог с ними Ни к чему не приведет Не будет никакой Реструктуризации Не будет никакого Рефинансирования Будет суд И надо в какой-то момент Вот, кстати Для всех Тех, кто будет смотреть Когда ты понимаешь Что платить Ты больше не в состоянии И решила уже Или решил списывать Долги через банкротство Просто меняй сим-карту И все Это самый нормальный выход Твои нервы останутся целыми Чего больше всего Тревожило в самом банкротстве Что они спишут долги Или там что еще Ну, прежде всего На начальных этапах Это какая-то психологическая Да, вот штука Что я буду банкротом Типа, это позорно как-то Что это такое вообще Какой я лох Там всякое такое Ну, то есть Казалось, что это неприемлемо Ну, по каким-то Психологическим причинам А сейчас? Сейчас вообще Я считаю, что Ну, да, есть такое Я признала свои ошибки Вот, поняла действия Кто вы такие, чтобы меня обсуждать Обсуждать Абсолютно согласен Это законный инструмент Который позволяет людям Которые оказались В финансовых сложностях Решать свои проблемы Законно Законно И до этого нужно было Просто дойти у себя в голове Что ты бы хотела сказать людям Которые вот сейчас Оказались на том Этапе, где ты была Допустим, несколько месяцев назад Когда ты не знала, что делать Дай ему один совет Туда смотрю, да? Да, можешь туда посмотреть И сказать Что бы ты посоветовал? Я советую всем У кого есть проблемы с долгами Не думать, что проблема Решится сама собой Каким-то чудесным образом А принимать активные действия Банкротство Это не страшно Банкротство Это выход из вашей ситуации Пожалуйста Действуйте А что является важным При выборе компании По списанию долгов? Ну, смотри Прежде всего Для меня лично Я не знаю Может быть для кого-то Кто постарше Там это не так Присутствие в сети Потому что Я когда ходила Допустим В ту же альтернативу У меня не было Кого-то там YouTube-канала Там чего-то такого То есть Ну, условно Я не знала Кому я иду Здесь Ты говоришь На своем канале О нужных вещах О правильных вещах Это повышает доверие К тебе Как профессионалу И, соответственно Я уже иду сюда Не как просто Типа Куда я пришла А ты понимаешь Более-менее знакома С человеком С процессами Я понимаю Что ты эксперт В моих глазах И я могу тебе доверить Свой кейс Интересно Интересно Очень важный фидбэк Спасибо большое Я могу ответить На твои вопросы Если они есть какие-то Так, да Сейчас буквально Секундочку, пожалуйста Роман Расскажи, пожалуйста Про людей Которые приходят к тебе За банкротством Ну, допустим Как целые Какие тренды Ты вообще видишь Кто эти люди Какие у них проблемы Смотри Я могу судить С 2-3 года назад Временем И могу сравнить Его с сегодняшним днем То, что я точно заметил Что раньше Приходили Больше женщин Во-первых Когда мы там Начинали работать 35 плюс В основном И очень много было Бытовых кредитов На шубки Сапожки Бизнес какой-то И так далее И все-таки Сейчас я могу сказать Что банкрот Очень сильно помолодел Сколько тебе лет? 30 30 Сейчас люди идут Даже до 30 Огромное количество Людей Которым 20 плюс Такого раньше Не было Точно я могу сказать Железбетонно К нам шли женщины Говорю Вот 35 плюс Ну и мужчины Конечно тоже И еще один Тоже немаловажный То, что я заметил Стали идти люди Которые имеют Долги в МФО Раньше шли люди В основном У которых были банки 1, 2, 3 В общем до 5 А сегодня идут люди У которых Вот у нас был рекорд Это около 50 МФО Ого Ничего себе То есть поэтому И какая-то эпидемия МФО Я думаю, что очень сильно Отразилась пандемия И потом еще Специальная военная операция Все же с этим связано То есть у людей Экономические проблемы есть И они усугубляются Это, конечно, печально Но мы все знаем Выход из ситуации Да Спасибо за ответ Следующий вопрос Какие варианты есть Если арбитражный суд Откажет в списании долгов Я понял Это самое, наверное Распространенное опасение Людей, у которых есть долги И которые обращаются За банкротством Вот я тебе тоже отвечу Сразу на этот вопрос Самое главное Что здесь нужно понимать Суд может отказать В списании долгов В довольно ограниченном Количестве ситуаций Например Первое Это если были Недобросовестные действия При банкротстве Или при получении кредита Например Поддельные справки 2 НДФЛ Или поддельные справки По форуму банка Что значит поддельные В них отражена Лживая информация По поводу дохода По поводу места работы И так далее И есть доказательства Которые это подтвердят Вот это первый вариант Второй вариант Лучше объяснить на примере Это если бы ты, допустим Взяла кредит Миллион Потратила куда-то эти деньги И ни копейки Не заплатил кредиторам Это довольно редкие ситуации Или например Ты как-то пыталась Спасти свое имущество Прятала его От арбитражных управляющих Допустим У тебя были бы Какие-то квартиры Дачи И так далее Вот Это довольно редкие случаи Поэтому вероятность Того что Простому человеку Который никого Не обманывал Который действительно Просто попал В финансовую Сложную ситуацию Она очень В общем Эти ситуации Крайне редки Вот у нас не было Ни одного такого случая То есть Ну потому что У нас есть отбор Мы видим Что если есть паттерн Того что человеку Не спишут долги Мы его просто не берем Но таких людей Из 100% Ну дай бог 1% Поэтому переживать В этом смысле не стоит И тебя тоже успокоишь Окей Если ты не аферист У тебя проблем не будет Супер Не будьте аферистами Да Так Спасибо за ответ И расскажите пожалуйста Роман О самом сложном кейсе Я скажу про Такой нестандартный кейс Это когда Пенсионеру В Там Горде Екатеринбурге Мы помогли Списать долги И при этом Сохранили ему Транспортное средство Без использования Каких-то опять-таки Там хитрых И сложных схем А просто Обосновали перед судом Ситуацию Что Автомобиль Это единственный Его источник дохода И он ему Нужен Кровь из носа Грубо говоря И Мы очень гордимся Этим кейсом Потому что Это был прецедент Мы первые в России Сделали так Что Стало в суде Возможно Предоставить Какие-то Доказательства Того что Человеку необходим Автомобиль И суд Может его оставить В процедуре банкротства Ничего себе Супер Спасибо за ответ Кстати Ты тот Редкий случай Ты понимаешь Ты первый человек У нас более полутора тысяч Дел было Я не помню на своей памяти Что у человека Был запрет на выезд Расскажи Чего такое Почему Как это получилось Как получилось Собственно Та же проблема С кредитами Приходит постановление Суда О невыезде Сначала один раз Я так понимаю Что они То ли автоматически Продляются Кто был первый Ты знаешь Кто наложил арест Какой банк Я хочу Чтобы мы о нем сказали Это был Это был Блин Надо смотреть 15.02 Да Это был Альфа-банк Ребята Знаете Что у кого есть долги У Альфа-банки Не исключена такая ситуация Что вам Поставят Запрет на выезд Из страны Но это делают И другие банки Мы не хотим Как-то Обрачать именно Деятельность Альфа-банка Но тем не менее Просто Факт есть факт Когда ты это узнала Какие ты чувства испытала Что ты вообще подумала Когда я узнала В феврале Я просто смотрю У меня приходит Оведомление В госуслугу Что мне закрыт Выезд за границей Такая просто прекрасная Замечательно Теперь я еще Помимо того Что у меня долги Я еще и выехать Никуда не смогу Да И при этом СВО еще СВО И потом Сами знаете Вот сейчас недавно Ситуация была с Пригожиным В общем Интересная ситуация Ну на самом деле Это как бы Следствие Проблемы с кредитами Соответственно Когда я решу Я надеюсь Что я смогу Выехать за границу Давай договоримся Лен так В следующий раз Когда уже будет решение суда Ты к нам придешь И мы с тобой еще раз Снимем Покажем это решение суда Людям И только тогда Выпустим это видео И тогда ты уже сможешь Выезжать за границу Хорошо Расскажем Покажем людям Чтобы они тоже знали Как это делать Ну спасибо Что пришла тогда И был рад познакомиться Взаимно Спасибо Спасибо